Было или не было? Пела в душе. Начина пролёт! Конечно было, у меня память такая тупая. О, я теперь спала уже. А кого здесь надо воспитывать? Я и кусалась, и дралась. Серьёзно? Ну да. Давай-давай, честно, честно говори. Всем привет, ребята! Вы на моём канале Соня Лайфлайк. И как вы просили в инстаграме, я сделаю видео «Было или не было?». Вы задавали мне вопросы, и у меня есть две таблички «Было или не было?». Это такой топорик «Было?». Мы его немножко подальше, а не было. Мы, конечно, его себе заберём. Ну так, если вам понравилось это видео, так что не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. А мы начинаем. Ребята, кстати, вот такая обложка смешная, такая типа «Было», я такая, типа вот так в облачках прохлаждаюсь. И, конечно же, в этом видео я буду показывать ник того человека, который задал мне вопрос. Так, ну что, готова говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Да. Ну тогда поехали. Первый вопрос от Адели. Ты когда-нибудь дралась в школе или в садике? Было. В садике. Я в садике, у меня в младших группах, я и кусалась, и дралась. Что там только не было в этом садике? Родителям приходилось выслушивать всё от других. Это было вообще такое, как раз, я, по-моему, девочку за щёку укусила. Да-да-да, это я помню. И за плечёй, за коленом. Всё. За что я только не кусалась? Да, прекратилось всё это в тот момент, когда Соню в ответ укусила другая девочка. Так, переходим ко второму вопросу от Вари, наверное, да? Ник такой, вар-вар-вар, вара. Вар-вар-вар. Были ли у тебя неловкие ситуации? Было. Я даже не помню. Блин, потому что у меня были неловкие ситуации. Ну было, но я не помню, когда именно. Ну хорошо, ладно, поехали. Следующий вопрос. Уже мне тоже становится интересно послушать твои ответы. Так, третий вопрос от Инзиля. Может быть, я ошибаюсь в имени. А было ли такое, что ты не хотела просыпаться и не пошла в школу? Ну, бывает, что только на пять минут опаздывала. В первой и второй класс, а в третьем классе набрали четыре или четыре первых класса. И меня, нас отправили в дурацкую... Во вторую смену! Блин, не люблю. И теперь у тебя нет возможности проспать в школу, да? Ну так, все, проспать можно. Так, следующий вопрос от Вики. Оу, страшненько. Было ли такое, что ты оставалась одна дома, и кто-то стучал в дверь, и ты испугалась? Не было. Я помню, я первый раз осталась сама дома, или в четыре, или в пять лет, когда мама пришла в аптеку. А потом, когда мама пришла, то я начала плакать, и бежала к маме. Ну, вот когда в дверь... Ну, не знаю, почему не было, потому что именно когда кто-то в дверь стучал, не было никогда, нет. Хорошо, следующий вопрос от Кристины. Ну, он немножко похож на предыдущий. Было ли такое, что ты проспала в школу? Нет. Не было. Никогда. Потому что мама следит за твоим графиком. О, я проспала уже. А кого здесь надо воспитывать? Так, еще один вопрос от Вики. Было ли такое, что ты не хотела идти в школу и притворялась больной? А ну-ка, ну-ка, давай, показывай. Больной нет. Я никогда так... Ну, было, что я никогда не хотела идти в школу, но это ж понятно, что... Мне кажется, все не хотят идти в школу первые два года. Хотя, наоборот, мне кажется. Вообще. Когда контрольная, конечно, я не хочу идти в школу. Я не хочу идти в школу. Я не хочу идти в школу. О, конец. Особенно она по математике. Ну, нет, не было. Следующий вопрос от Полины. Было ли такое, что ты теряла свой телефон? Конечно, было. У меня память такая тупая. Вообще. Я... Вот, например, мама говорит что-то. Я хочу что-то сказать, а... А потом я забываю. Потом я уже, по-моему, два месяца пытаюсь что-то маме сказать, но я забываю именно то, что я хотела ей сказать. У меня память такая... Ну, телефон я каждый день свой теряю вообще. Ну, слава богу, что... Ой, кто помогает его тебе найти, да? Не будем говорить кто. А кого здесь надо воспитывать? Ой, а следующий вопрос вообще классный. Тоже от Полины. Было ли такое, что ты пела в душе? Начина пролет, да так, чтобы искры из глаз... Нет. Я вообще... Я всегда захожу в душ. Я такая... Быстрее, быстрее, а потом быстрее в кровать. Потому что мне как-то в душе страшно. Там же свет. Не знаю. Вот, ребят, я стою возле душа, а кто-то стоит возле меня. Ну, просто, я не знаю. Просто ты трусиха, вот и все. Такая кабинка прозрачная. Я прям такая... Потому что всегда, когда я закрываю дверь, такой звук страшный. Такой... Зато хоть и плов. Так, следующий вопрос от Маргариты. Был ли у тебя парень? Нет. 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 Не было. Хорошо. Еще вопрос от Сабины. Тебя когда-нибудь предавал человек, в котором ты души не чаяла? Ну, я перефразирую. Допустим, тебя когда-нибудь предавала твоя лучшая подружка? Да? Но потом так все наладилось? Да. Да? Хорошо. Так, вопрос от Элины. Было ли такое, что друзья тебя ненавидели? Не было. Ну, не знаю. Мне даже представить такое страшно. Сейчас мама, говорит, переставила камеру, а я не люблю, когда вот сидит человек, там приветствует, потом переставляет камеру, меняет позу, потом опять переставляет камеру, меняет позу. Мне это как-то не нравится. Ну, мне кажется, лучше уж на одной позе сидеть. Так, скучно, наверное, позе. Так, следующий вопрос. От Иры. Было ли, что ты получала двойки, и тебя родители ругали за это? Ну, давай разделим его на два. Давай. Было ли такое, что ты получала двойки? В первом классе я получила контрольную по математике тройку. Родители тебя ругали за это? Да. Серьезно? Мама. Что? Да. Я тебя ругала? И папа. И папа ругал? Да. Какой кошмар, почему я этого не помню? Ну, ладно. Было. Хорошо, хорошо. Так, дальше. Вопрос от Олеси. Ма, знаешь, почему ты не помнишь? Почему? Потому что ты, наверное, уже старая, и не помнишь. Отлично вообще, замечательно. Спасибо, Соня. Так, все, поехали дальше. Вопрос от Олеси. О, классный вопрос. У меня, это не со мной, а с моей одноклассницей такое было. Ты когда-нибудь забывала одеть юбку в школу? Давай-давай, честно, честно, честно говори. Нет. В смысле, одеть юбку в школу? Ребята, я вам скажу по секрету, ей повезло, потому что мама вовремя ее остановила и напомнила о том, что нужно одеть юбку. Это в каком-то классе было. Это было в прошлом году дома. Тебе повезло, что ты не вышла из дома в таком виде. Так, хорошо. Ну и последние два вопроса от Полины. А забывала ли ты портфель дома? Если бы я забывала, я бы только с радостью. Но такого не было. Я такая, во втором классе, я, по-моему, такая, выхожу, а мама говорит, а ты ничего не забыла? А я такая, да пусть останется. Это было с физрой, потому что я просто вот ненавижу физкультуру. Вот вообще. Переодеваться. Лучше бы тоже были раздельные раздевалки с девочками и мальчиками. Так, и последний, финальный вопрос. Было ли такое, что ты хотела что-то купить, но не могла себе позволить? Конечно, было. Ну как, тебе понравились вопросы? Очень. Это не последнее наше такое видео, но если наберете... Сколько вы лайков наберете вам? Сколько, чтобы лайков не набрали? Не знаю, как хочешь. Если наберете 50 лайков, то не спешное число, ну. Ну, до начала, то мы снимем еще одно такое видео, да? Мы сделаем вторую часть. Ребят, надеюсь, вам понравились вопросы. Спасибо за вашу активность. Спасибо, что вы, конечно же, написали по моей просьбе. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. И ставьте лайки, пока. Пока. Пока.